Когда ты смотришь на шахтёра в угле, он один, а когда он смывает уголь, ему 23 года, а так ему 63. И те ребята, которые работали с нами, уже все давно померли. Я так думаю. Мы подняли их профессию до уровня бывшей славы. Потому что эта профессия была в дауне, в те годы. Это был 97-й год. Вот это и есть искусство. Это перформанс. Это не снятие фотографий. Это коннект одной культурной группы с другой трудовой группой. То есть я вот эти невозможные оккультуриванию лагуны советской мифологии, такие как шахтёры, такие как оперный театр и балет. Это же практически стратегические, как водка и ядерное оружие. А это ключевые формы дадаизма. То есть понимание того, что, безусловно, всё это вместе возможно, если оно существует. Понимаешь? И потому вот такая вот история с шахтёрами. И тут важно не переодевание, а переодевание мифов друг к другу. И за счёт этого возникла какой-то третий миф, который до сих пор вызывает у вас вопросы. Их начали восхвалять. Понимаешь? И они на этом драйве, на любви какой-то. Потому что ни на какой силе, ни какими деньгами, да и не было у меня тогда таких денег. Понимаешь? Не было таких денег, чтобы можно было там. Это была как бы благодарность на какую-то еду, на водку. А вот так вот. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...